Сегодня мы с вами попробуем перевести еще небольшой отрывок из 11 главы обсуждения модельного урока автора Датсофрим по книге Млахим. Урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасения всех заложников, кто еще жив, излечения всех раненых и больных, чтобы наступил мир. Итак, учитель спрашивает. Мы раньше читали, что у Шлома во время права царствования Шлома был мир. Где это написано? Ученик находится это в пятой главе, второй стих. А что мы видим в нашей главе? Ученик отвечает, что теперь начинаются разные проблемы. В конце жизни Шлома начались разные заварушки. Уже такого уж мира не было. Было много у него разных врагов, которые появились вдруг. Не то, что были крупные войны, но какие-то были люди, которые проблемы создавали и внутри, и снаружи. И учитель говорит, да, это было в конце его дней. Всего Шлома, как мы знаем, царство 40 лет. Это довольно длинный срок. И когда Шлома полностью погрузился в свои старания большие, то, что он пытался добиться, то много чего ему стало мешать в конце. Посчитайте, что именно. Ученик говорит, было две проблемы снаружи и одна внутренняя. Окей, вы можете перечислить? Значит, во-первых, египетский царь стал усиливать Эдумян, которые были нашими соседями. И при Давиде мы контролировали землю Эдумян. Это было части сегодняшней Ордании, около Мертвого моря. Заметьте, что тогда евреи тоже жили с правой стороны Ордана, с восточной стороны Ордана, еще с времен Моше, да, в конце жизни Моше. Когда колены Гад, Рубин и часть Минаше там поселились. Но на юге от них были территории Муава и Эдума. А с востока дальше, да, в сторону того, где дальше, сейчас столица Иордания, Оман, вот там были Бнеамон. До сих пор, видите, сохранили имя, хотя там живут теперь арабы, совсем другая нация, но имя столицы они сохранили, Оман. Когда-то эта столица называлась Раба, но там жили вот дети Омона. А с юга, тоже в Иордании сегодняшние жили, а Муавитяне, а еще южнее Эдумяне. Так вот, Эдумян в этот период времени появилась определенная сила против евреев, и в том числе Египет их стал поддерживать. Видите, наверное, из принципа, как сегодня, да, враг моего врага друг в каком-то смысле, да, что часто каким-то нациям выгодно усилять кого-то, с помощью кого они хотят ослабить, кого-то, кого они представляют себе как врага. Тогда вот усиляли Эдумян, египтяне усиляли Эдумян. И еще арамейцы. Это восток и север, скорее север, больше в сторону севера, немножко в сторону востока от Израиля. Даже как сегодня Сирия, да, Арам это Сирия. Тоже там сейчас арабы живут, но когда-то жила другая нация, арамейцы. Они говорили по-арамейски, эта нация, с ней у нас очень много было дел, и мы в результате потом были изглавы примерно в этом направлении. Да, и Бавилонское изгнание, там тоже говорили по-арамейски, это было чуть южнее. В принципе, Бавиль и Арам это разные нации. И там и там сегодня арабы живут, но тогда там жили разные нации. Ну, в общем, Арам это очень важная нация в нашей истории. Большая часть евреев, кстати, осела как раз там, когда, уже после изгнания. Значит, здесь у нас очень много было воин с Сирией, как мы читали и в разных книгах до этого, и в том числе в книге Малахим будет немало воин с Сирией. Так вот, Арам тоже стали сильными, это значит внешние два врага. Что мы знаем про отношение евреев с Арам, с Сирией, спрашивает учитель. Ученик отвечает, что Давид завоевал части Сирии и поместил там каких-то нацивим, да, каких-то, ну, как римляне позже таких людей называли, видимо, прокураторами, да, а, скажем, Англия во время своих колоний называла их губернаторами какими-то, да, в общем, правителей каких-то поставил Давид над Сирией. И также в Эдом, в Эдумян. Так вот, получается, что Шлома стал терять завоевание его отца Давида. Все его большие старания, и даже тот факт, что он породнился с дочками царей местных, казалось бы, наоборот, это приведет к миру, а получилось, что такие, эти, именно из Египта, да, он породнился с принцессой из Египта и породнился с Эдумянами, а в результате и там, и там появились только проблемы. Постепенно это все перевернулось против него. Спрашивает ученика, почему не написано, что сказал Шлома насчет всего этого, да, когда он видит, что все рушится вокруг, все, что было построено, почему ничего не говорится про его реакцию. Автор отвечает, что Ермияху, я уже говорил, что считается, что автор нашей книги, Малахим, это Ермияху, пророк Ермияху, который жил в самом конце периода первого храма и после его разрушения. Значит, к этому ученику, что Ермияху не написал ничего, потому что, на самом деле, Шлома уже сам написал насчет этого Мигилу, он, наверное, имеет в виду Когелет, да, что все вот эти вот... Все этого нет, Шлома насчет того, что ничего не получилось, он уже сказал в своей книге Когелет. Потому что там он действительно расстраивается о том, что ничего не получилось из-за того, что он пытался добиться. Еще при его жизни уже начало все сворачиваться. И он не видел никакого способа выйти из этой проблемы. Поэтому он сказал, «Хевель хавалим, хаколь хавель» Все пустота и щита. Но, говорит, эти проблемы внешние, это еще ничего по сравнению с внутренней проблемой. А именно, был такой молодой человек, наглый, и вырос он как сирота. Знаете, сироты иногда, это, конечно, им тяжело очень быть сиротами, поэтому Тора и говорит особые заповеди по отношению к сиротам, как нужно особенно мягко к ним относиться. Но, на самом деле, иногда с сирот как раз выходят люди наиболее наглые, сильные, жестокие даже, потому что они привыкли, что единственный способ, как говорят, детдомовский, единственный способ выжить в этом мире, это, так как никто за тебя не постоит, обычно люди вырастают с тем, что они привыкают, что у них есть большой тыл, у них родители за них заступятся, если что. А сирота вырастает, что он может так надеяться на себя. Ну, бывает, конечно, что, на самом деле, если очень праведно и с детства чувствует руку Всевышнего в своей жизни, тогда он может надеяться на Всевышнего. Но бывает, что сирота, на самом деле, считает, что все нужно забирать самому, потому что ничего тебе в этом мире не обломится, пока ты сам, так сказать, это не заберешь. Вот, в общем, это-то... И речь идет, конечно, о Яроваме, о ком он сейчас говорит. Это вот Яровам, будущий царь Северного государства, Израиль. Как я сказал, на самом деле, он в какой-то степени был выбран Всевышним, но это, так сказать, то, что люди заслужили, то и получили. Там были грехи и самих северных колен, и этого Яровама, про все это мы прочтем. Но пока что речь идет еще при жизни Шлома, когда Яровам поднял на него, так сказать, не то, что поднял руку, но как-то нагло себя повел, как мы сейчас увидим, и потом скрывался от Шлома в Египте. Так вот, значит, этот человек, как он его называет, наглый, вырос как сирота, то есть у него не было отца, который его бы ввел, учил бы его, ввел по правильному пути, и как-то присмирил с детства, наказывал бы. Так вот он на еврейском называется хацув, хихциф паним, он нагло себя повел, потому что не к Шлому, и стал его упрекать еще вдобавок, да, Шлом уже чувствовал, что он величайший мудрец в Израиле, каковым он действительно был, а тут какой-то молодой человек его упрекает публично. Это было как бунт своего рода, очень наглость большая. Что он, даже не очень понятно, что именно он сделал не так. Хазаль говорит, что фактически, в смысле, по мнению Яровама, в чем именно был упрек? Хазаль говорит, что фактически он его упрекал за то, что настраивает дворцы для дочки фараона прямо в Святом Иерусалиме, там, где не положено, как-то так. Но, во всяком случае, он... Шлома отстроил какое-то... Мело здесь называется, и Яровама за это стал упрекать публично, при всех причем, да. Обычно же даже человека, не то что великого мудреца, даже просто обычного человека, публично сначала не упрекают, сначала к нему приходят и пытаются упрекнуть лично, чтобы не позорить при всех. А он нагло стал упрекать Шлома, царя и мудреца великого, при всех. Вот. И это, говорит, было еще тяжелее. Чем, говорит, хуже, когда наказание изнутри идет, чем снаружи? Ученик отвечает, что внешние наказания хотя бы не уменьшают уважение к царю в глазах народа. Наоборот, народ обычно больше объединяется, если приходит какая-то угроза извне, то еврейский народ объединяется перед наказанием и стоит за царем с колой. Это, кстати, очень важный урок для сегодняшнего дня. У нас, конечно, нет царей, и выбранное правительство, разумеется, не имеет настоящей царской власти. Но в любом случае, выбранное правительство – это выбранное правительство. И сейчас нам совершенно раскол не нужен. Люди могут не любить на Даниаху, у них на это есть полное право. Но пока идет война, и пока такая опасность, и враги смотрят на все эти источники, и газеты, и вся мидия, все СМИ, которые постоянно поливают грязью на Даниаху, и пока подчеркивают раскол, и все, то это ни к чему хорошему не ведет. Кто знает, сколько жертв, сколько крови на руках у этих людей, которые занимаются своей политикой, свои новости, так сказать, распространяют, как они считают, и на самом деле ведут к большой опасности для еврейского народа на данном этапе. И потом, когда война кончится, без Раташем наступит мир, можно будет разбираться, кто больше виноват. Не захотят, не выберут на Даниаху. Это воля народа, значит, и выберут какое-то другое правительство. Но сейчас нужно объединиться вокруг существующего правительства, тем более, что на Даниаху удалось свое правительство поместить почти все фракции сегодня. Большая часть правительства в коалиции сейчас. Поэтому в любом случае нужно поддержать действующую коалицию. Любим мы их или не любим, это совсем другой вопрос. А тем более, в старом, когда были цари, их мысль было уважать и бояться, а тут какой-то наглец открыто при всем народе и упрекает царя. Да, вот это было для Шоума тяжелее всего. Тем более, что, говорит, многие люди тогда примыкают к такого типа. Всегда всем не нравится обычно правительство. Знаете, почему это конкретно, говорит, не проклинать носи, не проклинать лидера, принца. Никакого времени нельзя проклинать, но отдельно заповедь не проклинать лидера. Потому что лидеров больше всего, легче всего людям примкнуть и недовольным быть лидером. Вообще, виноваты всегда лидеры в глазах людей. Поэтому, как только начинает кто-то, открывает такую возможность и открыто выступает против царя, то тут же будет очень много других людей, которые тоже чем-то были недовольны, но боялись. И они теперь тоже примыкают к этому движению. Это очень легко перерастает в бунты, и Хас-Вишалу много крови может пролиться. Да, Иравам представлял определенную опасность. Учитель говорит, да, очень правильно. Иравам понравился народу, именно потому что он так нагло упрекал Шлома, имел силы даже упрекнуть самого Шлома. И стали даже думать, что, наверное, он будет когда-нибудь царем вместо Шлома. Как я уже рассказывал, в жизни Шлома не стал царем. Но потом, после смерти Шлома, когда гораздо более слабый его сын попытался встать на престол, то его уже большинство колен, кроме Игуда, не приняли. Значит, они стали видеть в Ираваме альтернативу для Израиля. И он, соответственно, принял на себя такое желание народа. Ведь он был популярным лидером, он действительно как бы делал виды, может, в какой-то степени так сам считал, что он выполняет лишь волю народа, слуга народа. Вы знаете, демократический такой лидер, что народ хочет альтернативу правления Шлома, его династии. И, соответственно, Иравам вступает в эту роль. И, как я сказал, в какой-то степени и Всевышний согласился, потому что Всевышний иногда использует людей, подходящих для этого, для наказания нас самих, в данном случае, еврейского народа. То есть не то, что это хорошо было, все, что произошло, но раз люди такой выбор выбрали, сделали, то Всевышний действительно, даже через пророка сообщил Ираваму, что он таки да, будет царем. Когда он убегал от Шлома, как мы увидим, он ему, Ахиаш и Луни, предсказал, что 10 колен за ним пойдут. Большинство евреев будут на стороне его. Ну, вот это как раз вопрос ученика, да, казалось бы, да, все, что описал до сих пор учитель, кажется, что это все Иравам сам делает, да, вы понимаете, такой злодей. Вот же Ахиаш и Луни, великий из пророков, да, считается, что он один из величайших пророков, которые когда-либо жили. Некоторые считают его учителем Элияху. Знаете ли, пророк Элияху, он нигде не понятно, от кого вообще он... Ведь пророки тоже, они не просто вдруг просыпались и пророчествовали, они учились от других пророков. Помните про историю в начале Шмуэля, как Шмуэль учился от Эли? То есть он медитировал, и когда у него были вопросы, он к Эли приходил. Эли тоже был пророком. Но Шмуэль стал большим, Шмуэль стал еще большим пророком в результате. Но от кого-то они учились медитаться, и были такие называемые дети пророков, ученики пророков. Вот, поэтому Ильяху, наверное, тоже не был сам по себе вдруг. Так, традиция Хазарь, что он, наверное, получил свое, так сказать, качество пророка, он получил и научился от Ахиашилани. Вот этого Ахиа из Шилу. Шилу – это, конечно, очень важный центральный город, где-то посередине, чуть севернее, середины центра Израиля. Шилу упоминается еще в Пятикнижье. Ад Шияво Шилу. Есть мнение, что имеется в виду город Шилу. Есть разные мнения про Шилу. В общем, Шилу – это очень важное место. И Ахиа, некто Ахиа, который оттуда происходил, когда-то ему было дано пророчество в пользу Яровама, и он это передал Яроваму. Позже, правда, он проклинал династию Яровама, как мы увидим, когда Яровам пошел по плохому пути. Но это был его выбор, и выбор евреев, которые продолжали его слушаться, и понравилась им идея отделиться от Ягуды, как я уже рассказывал, что в духовном смысле тоже не имеет никакого отношения ни к Иерусалиму, ни к храму. Это все был выбор свободный людей. Всевышний это не приказал. Так вот, ученик спрашивает, вот же Ахиа Шилуни. Он же выбрал Яровама, это был старейшина, пророк. Кстати, есть мнение среди хазаль, что он был очень-очень старый и жил еще с времен исхода из Египта. Представляете, по их мнению, Ахиа Шилуни, ему, получается, было несколько сотен лет. Не думаю, что все из хазаль так верили, но, во всяком случае, такое мнение существует. Есть такое в трактате Баобатра, они пытаются сказать, что сколько-то людей, так сказать, покрывают своими жизнями всю историю еврейского народа. И в том числе Ахиа Шилуни у них, да, очень с древних времен. Так вот, как же мог Ахиа Шилуни ошибиться так и взять этого наглеца? И учитель отвечает, что это, конечно, очень глубокий, хороший вопрос. Но Ахиа на самом деле не сам придумал, действительно, это была воля Всевышнего на данном этапе, что действительно Всевышний выбрал Яровама. Именно потому, что он был сильным человеком и не боялся никого, и даже упрекнул Шлому, это, конечно, был и минус, и плюс. В каком-то смысле, если бы он по правильному пути пошел, то иногда наглость — это хорошее качество. Знаете, вот интересно, я здесь добавлю от себя, есть четыре качества, которые говорит в Перке, а вот некто Яхуда бен Тейма. Сефардин, кстати, начинает утренную молитву с этого, ну, не в самом начале, но вот в первой части молитвы они заканчивают словами Яхуда бен Тейма, а потом Кадиш говорят, Кадиш Дарабанан. А у нас в Ашкеназиме нету этого молитвы, но интересно, что Тур тоже начинает свою книгу с этого, и Шуханарх частично построен, начало, так сказать, первая глава Шуханарха построена на этой идее, что есть определенные качества, которые можно копировать от животных. Нужно быть, как говорится, сильным, как лев, чтобы служить Всевышнему, нужно быть легким, как ореол или стервятник какой-то, какая-то птица, которая очень высоко взлетает, легко и высоко взлетает. И нужно быть быстрым, как олень или косуля какой-то из вот этих быстрых животных. И, говорится, нужно быть смелым, или наглым, это почти одно и то же, фактически, на иврите Аз, как леопард. Леопард животное, сравнительно, небольшое, но очень наглое, и даже может воевать с хищниками гораздо больше своего размера. Леопард. Так вот, первые три качества мы понимаем, ну, они не в этом порядке, но вот остальные три качества мы понимаем, что это хорошие качества, быть легким, быть, да, для службы Всевышнего, быть быстрым, легким, сильным. А вот, что значит быть наглым или смелым? Да, это бывает по-разному. Поэтому он же, Аль-Михуда Бентейма, дальше говорит, это продолжение его слов, что Аз по ним или гигеном? То же самое слово Аз. Наглый попадет в гигеном. То есть, получается, он сразу подчеркивает два аспекта этого качества, что это, на самом деле, очень опасное качество. Смелость может привести к наглости. Те же самые люди, которые, например, скажем, были в оппозиции во время, когда, скажем, Гитлер оккупировал многие страны Европы, там было часто подполье, и самые смелые люди с риском для жизни, пытались противоречить нацистам, которые контролировали их страны. Но потом, после войны, некоторые из них стали бандитами. Интересный вот факт. Какой-нибудь там из маленьких европейских стран, которые были оккупированы немцами и легко завоеваны, там часто именно те, кто были сначала в оппозиции и против Гитлера, но потом у них, так сказать, у них просто вот такое качество, сильный, смелый человек. Но это переходит часто и все границы и уходят в плохую сторону. В всяком случае, наглость это плохое качество, смелость это хорошее в каких-то ситуациях, зависит от того, для чего человек смелый. Рома приводит смелость в отношении того, что когда на тобой издеваются, ты остаешься религиозным евреем, и все на тобой смеются и показывают пальцем, и издеваются над твоими митцвами. Ну, сегодня, допустим, в Америке это не совсем так, и в Израиле тоже до известной степени во всяком случае не так уж издеваются. Но был период времени, когда на религиозном евреем очень издевались везде. И в Европе перед мировыми войнами очень был большой отход, и все издевались над религиозным евреем. Я уж не говорю про советской власти. И, соответственно, в том же Израиле, допустим, 50-60 лет назад очень недолюбливали религиозных евреев, сегодня в меньшей степени, кажется. В общем, так или иначе, остаться соблюдающим против общего, против течения, как говорят, негедазерем. Так назвал одну свою книгу Рав Аарон Хазан. Негедазерем. Чтобы плыть против течения, остаться религиозным против общего и тенденции всего мира вокруг. Это определенная смелость требуется. Не стесняться, когда на тобой издеваются. Но иногда наглость, смелость, переходящая в наглость, это очень плохо. И попадешь в гигином. Кажется то же самое и про Ташекираваму, что то, что он был такой смелый, это хорошо. Но то, что он использовал это в плохую сторону, это плохо. Но Всевышний его действительно выбрал и дал ему возможность, дал ему шанс. Кстати, каббалисты говорят, что на самом деле там корень был даже Мошеха бен Йосифа. Известно, что в конце дней должно прийти, кроме потомка Давида, который будет царем, будет еще некто Мошех бен Йосиф, Мошех бен Йосифа. Так каббалисты объясняют, и в Талмуде это есть в одном месте, вот это Татья Сука. Так вот каббалисты пишут, что таки у этого Яровама был такой корень, или его сын мог стать Мошех бен Йосифом. То есть теоретически потенциал был огромный у этого человека. Но видите, как все произойдет. Мы больше позже будем читать, что он фактически приведет евреев в совсем уж плохую сторону, и Северное государство уйдет от всего самого святого для нас, главное, наш храм, и паломничество три раза в год, и все остальное. Да, так вот продолжает автор, что Северное государство действительно выбрал Яровама именно из-за его, так сказать, силы в его душе, да, то, что он был такой смелый, то, что он смог даже упрекнуть самого Шлома, да, то, что другие, например, молчали, а он набрался силы, рискнул и упрекнул Шлома публично. Поэтому Яровам мог бы делать, на самом деле, очень хорошие вещи своей смелостью и исправить как раз то, что было испорчено во время правления Шлома, то, что те ошибки, которые сделал Шлома, Ярова мог бы исправить, но получилось как раз наоборот, когда он власть получил, он не использовал хорошую сторону, как мы прочтем, что он как раз именно свою бунтарскую сущность стал использовать в плохую сторону исключительно, что и сбунтовался против храма Всевышнего, и так, есть много людей, которые используют свои качества не в хорошую сторону. У каждого человека есть какие-то предрасположенности, да, мы редко можем сильно изменить наши предрасположенности, но мы можем их использовать в хорошую или в плохую сторону. Да, у человека, например, предрасположен проливать кровь, но есть разные виды кровопролития, опять же, есть, он может пойти военным, там, полицейским, который, когда требуется для защиты, будет убивать преступника, или, скажем, в конце концов, и делать бредмилу это проливание крови, и быть мясником это проливание крови животного. Если у человека осуждено пролить кровь, говорят, хазаль, да, это в трактате шаббат упоминается, то он будет проливать кровь, но вопрос как, даже проливание крови может быть по-разному. Если он будет шохотом, то это даже митсва, и тем более могел, вообще большая митсва, вот, обрезать детей. Вот, они говорят, что человек, который родился в час, когда связанный с планетой Марс, они говорят, это, значит, у него будет склонность к кровопролитию. Ну, как встал муде в трактате шаббат. На что он будет его использовать? Будет ли он бандитом хасвишалом, или будет ли он мохелом, например, это уже его выбор. В общем, Мирова, получается, он был очень смелый и наглый, и использовал позже не в хорошую сторону свои качества. Ну, еврейский народ на севере что-то служил, то и получил, как мы еще прочтем, да, для нее была частично их вина, что их лидером был выбран такой человек, как Ярован. Но они сами его выбирали, но и Всевышний, получается, согласился с этим. И на этом я на сегодня закончил. Мы все еще находимся на 11 главе, и следующий урок тоже будет про 11 главу. И этот урок посвящался, чтобы Всевышний послал безопасность и мир на землю Израиля, чтобы были спасены все заложники, и Всевышний послал излечения всем раненым и больным. Субтитры создавал DimaTorzok